Все любят драники, я не сомневаюсь, но не все любят стоять и жарить, да еще и пока последний дожаришь, первые уже остыли. Друзья, сегодня предлагаю приготовить гигантский драник, и чтобы его можно было сразу поставить на стол и накормить всю семью. Хотите такой рецепт? Давайте начинать! Для рецепта нам понадобится фарш 400 граммов, картофель у меня 6 штук, пару луковиц, пучок укропа, 2 яйца, немного растительного масла, 3 зубчика чеснока, по 3 ложки столовой, друзья, сметаны и муки, черный перец и соль возьмем по вкусу. Картофель и одну луковицу натираем на мелкой терке, периодически чередуя, чтобы картофель не потемнел. А дальше все очень просто. Добавляем яйца, растительное масло, сметану, растительное масло, пару ложек, сюда же измельченный чеснок, всю муку, весь перец и хорошая щепотка соли. Все перемешиваем. Полученное тесто отправляем на лист и распределяем. У меня бумага силиконизированная, от нее все отлично отходит. Вы, друзья, смажьте растительным маслом. Духовка разогрета, будем запекать при 200 градусах, минут 15-20. Вторую луковицу я мелко-мелко порезал кубиком. Теперь в фарш добавляем соль и измельченную луковицу вместе с укропом. Укропчик вообще очень душистый, ароматный. Обалденно! Все хорошо перемешиваем и начинка, наш фарш, готова. Ориентируйтесь, друзья, на свою духовку, как только корж зазолотится. Достаем и вот так выкладываем на полотенце и сразу его завернем, чтобы он у нас не сломался, когда остынет. Немного остыло и аккуратно снимаем бумагу. Оставляем на полотенце, распределяем по коржу фарш. Остается только плотно-плотно завернуть, помогая полотенцем. Вот так вот, раз. Еще раз уже рулетом переложил на бумагу. Отправляем в духовку, накрыв фольгой. Будем так запекать. Первые 30 минут температура 180 градусов. Потом фольгу уберем и допекем еще минут 10-15. Температура та же. И когда достанете из духовки, смотрите, какая красота получилась, остается буквально последний штрих. Ну, вы сами видите, да? Вот так вот промажем сметаной. Ух ты, как здорово! И аккуратно сверху присыпаем укропом свеженьким. И не надо ждать, пока все драники пожарятся. Нарезали вот так целый и готово! Вкусно, красиво и очень ароматно! Друзья, готовьте вместе с нами, готовьте на другой кухне. С нами всегда вкусно, уютно и каждый день новый рецепт. Вот такой вот огромный драник для всей семьи. Специально для вас!